пришел папке гости на 9 мая посидели покушали мне тоже мой этот декабрист а вот эти все медали это вот все то что я туда не повинут это все это твое это все боем все вот эти награды у нас тоже ветеран оказывается это слово это это все моё это все моё это на какие-то праздники до всегда вручали на праздники и там и это папка у меня герой все выкладываешь и выкладываешь а какие из них получены типа в советское время еще знаешь советское время сейчас покажу вот какая-то старая нет 70 лет чего-то там нет нет это нет сейчас я покажу в советском время давай это вот все в советское время а знаешь здесь помнишь за что ничего себе 60 лет папка ты у нас тоже ветеран 69 года это вот советское я помню тебя был зеленый такой этот сейчас синий стал тогда был зеленый такой как форму И ты, помню, на праздники всегда одевал. Мамка у нас не очень любила форму. Нет, ну почему? Она когда видела меня в какой-нибудь камуфляжном куртке, у нее ассоциация была с военным городком. А я говорю, ну сейчас так модно, говорю, в милитаре. Вот. Прикольно. А это вот, это уже вот. А это? Это дедушкина. Тимохи. Тимоха, да. Тимоха. Кто это вот тут? Это к каждой этой прилагается? Да, предлагается удостоверение. Вот отечественной войны. Вот самое это вот. Это вот самое основное. Самое основное, да. Это как герой или участник, или что это? Ветеран? Ну как он получил во время военных действий второй степени. Орден отечественной войны второй степени. Это который... Это очень высокая награда для рядового состава. Ага. Да. Это вот у него, это вот строитель. Подожди, это мы, строитель это уже другой дедушка. Нет, нет, нет. Тоже Тимоха? Тоже Тимоха. Это вот все Тимоха. Тимоха, это мы называем нашего Белецкого Тимофея Фролеевича, который вот в Сочи я часто бываю на кладбище. Это мамины, мамин папа. Это вот его и дали. 20 лет... Ой, для жвачка плохо вижу. 20 лет победы, войны. А, 20 лет победы, 45, все, понятно. 50 лет в Великой Отечественной войне. Ага. Так, это у нас 40 лет победы. Видимо, на каждую иберию давали, да? Ну, да. Это у нас труда. За долголетний добросовестный труд. О! Да. Ничего себе. Так. 70 лет. Подожди, а как 70 лет? У тебя его же уже не было. Нет, нет, было еще. 70 лет победы? Да, да. Так сейчас 77. Ты что-то путаешь. Ну, это вот его все и дали. Ну, нет, его с 94-го года нет. А подожди, это вообще другая. Это 1918? И 1988? Да, да. Это что-то другое. 70 лет вооруженных сил? Вооруженных сил, да, да, да. В 1988 году вот ему и дали. А, я думаю, да что же это такое-то? Ну, не может быть. Жуков, да ладно. Да. 90-80... А, это вот ему было, видимо, 100 лет. 1896-й, 1996-й, Маршин Жуков. Да, 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 Владимир. Ну, вот, пожалуйста. Указан Президиума Верховного Совета 11 марта 85-го года. Отечественной войны первой степени, по-моему. Или какой-то тут... В первой степени, да. Да, да. Так. О, Анастасия Васильевна наша, моя Васильевна. Награждена медалью Жукова. Вот, это Жукова, это ее. Это иначе ее медаль, да. Обалдеть. Они как просто работницы тыла, или как там называлась она? Как она все называла? Ну, тыла. Да. А, вот, обожаемая Анастасия Васильевна. Так интересно. А ты еще про этого рассказываешь, расскажешь про... Белецкий Тимофей Фололевич, 40 лет Великой Отечественной войны, 9 мая, 85-й год. Сочинский Горвенкомат, наверное, написано. Да. За победу на Германии, Великой Отечественной войны, 41-й, 45-й. Белецкий Тимофей Фололевич. Угу. Вот, ветеран труда. Удостоверение. В 82-м году получил. Что-то раньше давало, интересно, да, какие привилегии там. Да, ты что, такие были хорошие. Пенсионные, да? Ну, да, прибавки там всякие были. Пользовались. Бесплатный проезд, наверное. Ну, проезд, да, да. Новая была в советском времени. Всякие люди. 50 лет победы. 70 лет вооруженных сил. Вот то, что мы видели, да. К знаку победителя социалистического соревнования, 75-й год. Я еще только, у меня еще даже не было. Даже не планировали. А это Васильевна. В 2005-м, на минуточку. Это она уже здесь была. В Москве, в смысле. Это 60 лет победы. Великое отечественное. Юбилейная медаль. Представляешь, как? А про дед Колю ты говорил, что он как-то посмертный. Ему тоже, ой, не посмертно, а после уже войны дали. Помнишь, ты что-то сейчас говорил мне по телефону? Дед Колю тоже у него какая-то есть медаль. Ну, у него много медалей было. Всяких юбилейных таких, знаешь. А вот орден отечественной войны. Вот. Всем давали. Всем, да? Я не помню. Да. Какое-то время был. Кто участвовал в боевых сражениях. То есть, те получили. А Тимоха же, он там недолго. В каком он? Его ранили, и он уехал в Сочи. Привезли его, да? Ну, где-то 6 месяцев инвалидом он стал. У него же не было вот ног. Пальцев вот так вот не было. Да? Да. Я не знал. Да. Он просто скрывал. Нет, я знаю, что у него за ухом там отсутствовало. Ну, у него осколок. Да, и он не слышал. Он не слышал. А так у него вот были оторваны вот эти вот фаланги пальцев. Обалденно. Ножка была маленькая. Это ты и не знал, кстати, даже. Да. А дед Коля до какого? Дослужил. Ну, в каком году? До конца дошел? Да, он в 47-м году только мобилизовался. Ого. Понятно. Вот такая вот память у нас. Интересная. А дед Коля, он же не из Сочи родом, а попал в Сочи тоже как-то, да? Он из Слободии, Приднестровья. Это Молдавская сцена. И он оттуда призывался. А как попал в Сочи, не помнишь? Служил. После войны его направили туда служить. Воинскую часть. Строительную часть. И он строил. Сочи отстраивал. Вот вокзал в Сочинский вокзал, в Железнодорожном участке, строительство вокзала. Понятно. Так они и познакомились с нашими бабушками в Сочи. Обрели друг друга. Обрели друг друга. Ну, Васильевна, я знаю, с Тимохой в санатории. Она, по-моему, там, где он лечился, она там работала. Ворошилово. Ворошилово, да. А твои где, не помнишь? Тоже Ворошилово на танцах. Да ты что? Да. Санаторий Ворошилово на танцах познакомились. Так интересно. Отец был солдатиком, а мамка туда пришла на танцы. И там познакомились. Да плясались. Да плясались, да. Да. Да, очень интересно. Ну, такие судьбы. Есть сколько у нас медалей? Почему, когда я был молодой, мне было это неинтересно? Так было у дедушек спросить, у бабушек, все. Да, да, да. Я тоже очень много не спросил. Очень много сейчас так вот узнать интересно. Они сами не рассказывали, потому что жизнь тяжелая была, все выживали. И как бы не до этого было. Растили детей, внуков. И тяжело было, конечно. Время очень тяжелое было. После войны. После войны. И мама всегда говорила, вы бы могли родиться в 48-м году. Мама, ну как мы могли бы с братом родиться в 48-м году? Ну, как бы мы в 47-м году познакомились, поженились, а вы могли бы родиться в 48-м году. Почему мы именно могли родиться в 48-м? Может, что-то другое было, родился бы. Вот так она вот так представляла. Она просто думала, что получается, что они в 47-м познакомились, а вы родились в 48-м. А вы даже в 48-м были, а мы в 52-м родились. А что же вы тогда были? Это вопрос как раз к ней был. Что же вы тянули-то до 52-го? Ну, да. Тоже смеялись всегда. Говорю, мам, ну как мы могли родиться в 48-м? Ну, может, там кто-то один родился, или девочка, или мальчик, или тройня. Ну, да. Да, смеялись вообще. Вспоминали. Я вот только помню Васильевну рассказы. Уже когда дедушки не стало, вы тогда меня оставили летом. Она мне так чуть-чуть про санаторий рассказывала, как она работала. Ну, да. Тяжелое было время, очень тяжелое. Сочи уже был вообще как госпиталь большой. Она прачкой работала. Ты знаешь, что она стирала все это, вот белье, бинты эти от раненых, все это же перестирывалось. Очень тяжелое время, очень голодали. А баба Галя где работала? А баба Галя работала в колхозе. Колхоз был, там вот, Краево-Хреческое, там, Бытха из-за Сочи. Там они выращивали фрукты, овощи, и все это на фронт отправлялось. Она вот в этом колхозе работала. А потом спустилась на танцы. А потом спустилась на танцы. Ну, девчонки молодые, 18-19 лет. Да, конечно. Бежали на танцы после работы. Ну, время такое было. А все равно жизнь брала свое. Встречались, влюблялись. Ну, да. Сенились, замуж выходили. Ну, ладно. Спасибо тебе, папка, за рассказ. Всех с праздничком, друзья. Будьте здоровы. Мирного всем неба над головой. Да, папка? Да, мира. Самое главное мира, чтобы все были здоровы, счастливы. Все, спасибо, папка, тебе за показ. Будьте, за историю. А погодка-то на 9 мая, посмотрите. Просто град. Вообще. А там все равно люди на шашлыках. Ой, не видно, жалко. Люди все равно не выгнать. Обалдеть. Папкина гордость. Здесь я уже вроде вам все показывал. И мозг так и стоит, мамкина. Она любила, чтобы долго стояла. Она ее не убирала, засыхала. Ну все, ребятки. Спасибо всем вам. Спасибо. Спасибо.